Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно пообщалась с психологом на тему своих отношений с Иосифом Аганесяном. Психолог сделала вывод, что полнота у Саши – это средство, чтобы обратить на себя внимание. У нее с детства были проблемы в семье. Черно решила работать над собой. Она спросила у своих подписчиков в Instagram, какие, по их мнению, у нее есть недостатки, помимо лишнего веса. Влад Кадони проверяет чувства Никиты Шалюкова. Он предложил ему стать наставником школы актерского мастерства и бросить Юлиану Богомолову. Никита отказался. Майя Донцова все-таки согласилась на сейшельскую свадьбу с Алексеем Купиным. Правда, в России эта свадьба будет недействительна. Тата Блюминградз недавно опубликовала в своем микроблоге пост, из которого подписчики сделали вывод, что она стала мамой. Но вскоре Тата передумала рожать, удалила фото. Валера и Марина Тристановна сообщили, что это была ложная тревога. Тата пишет, целую неделю лежу в кровати, не вставая. Хорошо, что Валера всегда рядом, приносит мне покушать, исполняет любой каприз. Я счастливая, но пока еще будущая мама. Оля Рапунцель мечтает стать телеведущей, и она делает шаги в направлении своей мечты. Девушка после свадьбы решила пойти учиться на курсы ведущих. Скоро вы увидите меня на своих голубых экранах, пишет Ольга. Лера Фрост, который недавно изменил ее молодой человек Захар Саленко, принимает знаки внимания от других мужчин. На днях она опубликовала фото с шикарным букетом цветов. Олеся Лисовская запуталась. Она спрашивает своих подписчиков, нужен мне Вальтер или нет, и объясните почему. Ну а Вальтер хочет с девушкой семью. Он хочет пятерых детей, включая его двух, которые уже есть. Ольга Орлова рассказала журналистам о своих отношениях. Она сказала, что после неудачного брака, который длился 13 лет, для нее штамп в паспорте теперь не самое главное. Сейчас она состоит в отношениях с мужчиной по имени Илья. Они вместе более пяти лет. Появятся дети, может и выйду замуж, говорит Орлова. Ей очень повезло с сыном. У него никогда не было ревности и никаких претензий к ее избранникам. Жена продюсера Дома-2 Наталья Варвина устроила безобразную потасовку с Сашей Харитоновой. Драку начала Варвина, которая разозлилась от претензий Саши. Многие зрители высказали мнение, что это просто постановка или розыгрыш. Причем обе девушки играют не слишком хорошо. На новостном ярославском ресурсе рассказали о том, что Александр Задойнов задолжал своему ребенку почти 100 тысяч рублей. Его пригласили в суд за неуплату алиментов. Задойнов сказал, что он платит алименты. Сколько есть, столько и платит. У него ведь двое детей. Официально он сейчас нетрудоустроен. Суд, скорее всего, привлечет его к исправительным работам или же ему придется отдать машину, чтобы погасить долг. Сергей Адоевцев пытается вернуть бывшую жену. В своем микроблоге он публикует совместные снимки с Машей и оставляет к ним трогательные комментарии. Берегите любимых и учитесь любить, пишет он. Оно стоит того. Однозначно стоит. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.